По всей стране в эти предновогодние дни проходит акция «Елка желаний». Она призвана принести чудо в жизнь любого ребенка, который растет без родителей, либо вынужден бороться с тяжелым недугом. Как, например, у пятилетнего Асора из Бурятии. Его мечту побывать в роли пожарного исполнил президент. Своими впечатлениями мальчик поделился с Владимиром Путиным в телефонном разговоре. А во время другого звонка в Подмосковье глава государства узнал, как теперь живет 14-летний Марк, подросток, мечтавший научиться играть на гитаре. Оксана Фомичева подробнее. Для такого важного телефонного разговора за празднично накрытым столом в своем доме в столице Бурятии собралась вся семья Аюшеевых. Герой дня, пятилетний Асор, кажется, волнуется меньше всех. Мальчик мечтает стать спасателем и уже получил возможность примерить на себя эту роль благодаря всероссийской акции «Елка желаний» и президенту. Асор вместе с мамой и папой побывал в одной из пожарных частей Лан-Удэ. Владимир Путин позвонил Аюшеевым, чтобы узнать о впечатлениях ребенка из первых уст. Асор, привет. Здравствуй, дорогой. Ты знаешь, что сегодня праздник? Знаю. Да, сегодня день спасателя. Я хочу поздравить тебя как будущего спасателя, потому что ты всегда хотел быть пожарным, насколько мне известно. Правда? Да. Интересно было тебе сегодня? Интересно. Экскурсия понравилась? Понравилась. Да, а что ты видел? Тушил пожар. Тушил пожар? У тебя получилось? Получилось. Молодец, здорово. Я поздравляю тебя с наступающим Новым годом. И вас с наступающим Новым годом. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо. Я тебя обнимаю, крепко целую. Всего тебе самого хорошего. Будь здоров. У Асора редкое генетическое заболевание – мышечная дистрофия Дюшена. На данный момент оно считается неизлечимым. Из-за болезни у мальчика нарушена координация. Ему сложно подниматься по лестнице и долго ходить. При этом задержки психического развития у Асора нет. И чувствительность кистей рук не нарушена. В ходе разговора с мамой мальчика Еленой выяснилось, что лекарство, которое ему назначено, в России не зарегистрировано. Сразу после беседы с Юшеевыми Владимир Путин поручил подчиненным решить проблему с нужным препаратом. Позже президент сделал еще один телефонный звонок к 14-летнему Марку Кобленеву из подмосковных Пронец. Мечту подростка о гитаре глава государства исполнил 21 декабря. А узнав о непростой жизненной ситуации, в которой оказались Кобленевы, Владимир Путин помог им улучшить жилищные условия. Семья долгое время была вынуждена жить у многодетных знакомых. На днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру. Президент поздравил новоселов. Вы переехали туда сегодня уже или переезжаете? А, уже переехали. Хорошо. А там места для занятий музыки у тебя будет? Да, места предостаточно. Ну, вот видишь, как все складывается хорошо. Сможешь заниматься, добиться хороших результатов. Я желаю тебе достижения больших высот и в музыке, и в жизни. Помогли с жильем и многодетной семье Анастасии и Ярослава Бахаревых, у которых жили Марк и его мама. Владимир Путин лично поблагодарил неравнодушную супружескую пару. Вам спасибо большое, что у вас такое сердце доброе. Вы не прошли мимо человека, который нуждался в вашей помощи и поддержке. Несмотря на большую семью вашу и стесненные, прямо скажем, условия, все-таки взяли и человека привели к себе в дом. С шестью детей. И идти просто некуда было, поэтому... Но я думаю, любой бы так поступил. Чем больше будет таких людей, как вы, и таких поступков, которые вы совершаете, тем больше будет людей, которые захотят последовать вашему примеру. Вам спасибо большое. Я хочу пожелать вам всего самого доброго в новом году. И у вас еще, дай бог, прибавление будет, чтобы все было как положено. Бог даст, все будет хорошо. Обнимаю вас всех. Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала в 2018 году по инициативе президента. За прошедшее время исполнились заветные мечты. Более 22 тысяч ребят с тяжелыми заболеваниями. Сирот, детей из малообеспеченных семей, а также взрослых, старше 60 лет, с болезнями, угрожающими жизни. «Елки желаний» с картонными шариками установлены в сотнях официальных зданий, в том числе в Государственной Думе, Совете Федерации, Министерстве обороны. Но стать добрым волшебником в преддверии Нового года может каждый. Для этого достаточно до 28 февраля зайти на официальный сайт акции и нажать на кнопку «Исполнить желания». Оксана Фомичева и Юлия Олейник, ТВ-центр. Эстафету добрых дел подхватила Михаил Мишустин. Он тоже принял участие в предновогодней благотворительной акции. С «Елки», установленной в Доме правительства, глава Кабмина снял открытку с пожеланием пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области. Мальчик очень хочет посетить кондитерскую фабрику. Его просьба совпала с детской мечтой самого премьер-министра. Ты знаешь, Миш, я тоже в детстве всегда думал о кондитерской фабрике. У меня был любимый мультфильм «Шоколадный дракончик». И я помню, как мы, когда его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делают вкусные шоколадные конфеты. Я думаю, что мы обязательно исполним твое желание, и я постараюсь к тебе присоединиться.